Приветствую вас! Я предлагаю отталкиваться от того, что вам нравится в отношениях с мужчинами. То есть вот, когда мужчина к вам сработлив, нежен, внимателен, чуток, когда он ведет себя с вами вежливо, ласково. Вы чувствуете себя в этот момент любимой? Чувствуете ли вы в этот момент себя хорошо, комфортно? Или нет? Или вы сомневаетесь в том, действительно ли это так? Потому что иногда бывают такие истории, когда люди чувствуют себя хорошо, только когда им, там, грубят, им, там, в общем, обращаются с ними уничижительно, принижают их и так далее. Вот то, что вам нравится брутальные мужчины, как вы говорите. Да? Связано с тем, что именно такая, достаточно жесткая модель поведения вызывает у вас наибольший резонанс в эмоциональной сфере. то есть именно, когда к вам грубы, вы чувствуете, что вот вы живы, вы живете, вы наполняетесь эмоциями и так далее, а когда этого не происходит, вам кажется, что вас, например, обманывают, или что-то как-то не так, или что-то еще. Как правило, у этого довольно серьезное, довольно серьезное, но при этом простое объяснение и корни. Ваши родители возможно не обращали на вас внимания, когда вам было хорошо, и обращали внимание только тогда, когда вам было плохо. Либо просто, когда было плохо, вы получали куда больше ласки, тепла и заботы, а в другой момент нет. И вы научились именно так, получать то, что вам нужно. Поэтому, для того чтобы избавиться от мыслей, вам необходимо, ну я бы сказал так, во-первых, перестать что-то делать через силу, потому что у вас явно здесь вот то, что вы говорите, у меня был один друг, и мы познакомились шесть лет назад, много и тесно общались, и оказывал ему моральную поддержку, поскольку ему не везло в отношениях. Вот у вас был друг, и вы оказывали ему моральную поддержку. То есть как бы вы в этих отношениях не были спасителем, то есть спасали его, то есть вкладывали в отношения больше, чем нужно, больше, чем хотели, больше, чем было для вас нормальным. Если ситуация, она была именно такой, то вам необходимо, с одной стороны сделать акцент на том, чтобы не вкладывать в отношения больше, чем, например, вам комфортно и легко вкладывать. И в большей степени ориентироваться на то, чтобы именно получать. Понимаете? Ну и соответственно, я полагаю, что вы немного недолюбливаете себя, поскольку вы значит, моральную поддержку человеку оказывали, надеюсь, через это, через него, возможно, почувствовать себя более значимо и почувствовать себя более ценно, я так полагаю, конечно. Вот. Значит, ну дальше произошла такая ситуация, что этот человек ушел в армию, попал в горячую точку, ваш парень был против, и вы перестали с ним общаться. Вот тоже интересный момент. Ваш парень, он какой? Скорее всего, он прямая противоположность этому мужчине, да, он такой, наверное, более нежный, более ласковый, более такой тихий, более такой не брутальный, да, в отличие от того, и с ним вам спокойно, комфортно, может быть хорошо, но при этом вы не чувствуете себя по-настоящему живой, не чувствуете какую-то остроту чувств, и твердо уверенный, что он вам этого дать не сможет. Вот. И я уверен, что эти отношения вы также отчасти, может быть, и в меньшей степени, но, тем не менее, вы их несете на себе. То есть вы, знаете как, позиция серого кардинала мне почему-то представилась здесь. То есть, мужчина, он вроде как лидер у вас, вроде как он главный, есть, но при этом периодически вы берете введение все такие тяжелые, ну или трудоемкие, важные дела. Вот. Значит, так, вот три года спустя этот друг написал мне, так, ну, тут у вас хронология, конечно, немного нарушена. Я как раз тогда не была в отношениях с моим парнем, мы созвонились, и я с первых минут поняла, что это совсем другой человек, он вверх себе голос сделал очень дерзкий, рассказывал про свое моральное отношение к девушкам и интимное отношение с ними. Вот. Значит, ну, он вам без конца грубил, из-за этого мне было неприятно с ним общаться, но почему-то хотелось поговорить. То есть, вот именно подобное поведение вас как-то отзывается. Вот. Обычно подобное поведение отзывается в людях потому, что они считают, что в глубине души считают. что только такого отношения достойны. То есть, вот, им кажется, что они достойны в действительности вот такого отношения. Несмотря на то, что у них, ну, например, у вас есть мужчина, с которым вы встречаетесь, с которым у вас достаточно, достаточно хорошие такие, ну, классические отношения, да, вы все равно в глубине души считают, что вы этого не достойны. То есть, у вас есть такое вот непринятие себя, недолюбленность, скажем так. И есть в этом что-то такое, знаете, детское, на мой взгляд. Вот это вот, знаете, хотелось поговорить. Да, вот, хотелось поговорить. Ведь, 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 желание это идет от вас. Неприятно вам было с ним общаться, скорее, умом, а сердцем, вам было с ним хорошо. Мы пообщали где-то неделю, не помню точно, потом не сошлись во мнениях по одному вопросу и больше не созванивались. Ну, то есть, понятно, что вопрос, это был просто повод, а мужчина, он как бы понял, что вы не идете у него на поводу, да, и, как бы, просто искал возможность с вами порвать связь. Ну, вот. А тут вскоре вы миритесь со своим парнем, потому что у вас проснулась попрепность, наверное, в любви, то есть, попрепность во внимании. Ну, вот, вы миритесь со своим парнем, у нас все хорошо. Ну, правда, опять же, не пишите, почему вы не были в отношениях, то есть, из-за чего поссорились. И, собственно, почему ваш парень был против того, что вы общались с этим человеком. То есть, тут что, либо проблемы с доверием, либо, вот, стремление к какому-то эталону отношений, классических отношений, повторю, повторю. Вот. А, ну, все это здорово, все это тоже вам кажется правильным, но, тем не менее, не, видимо, не дает вам удовлетворения. Значит так, я до сих пор время от времени думаю о том друге, хотя прошло уже больше, чем полгода. Вы думаете, потому что по ощущениям, по эмоциям он давал вам гораздо больше, чем дает вам ваш парень. Вот. Потому что его проявление, его отношения, оно больше соответствует тому, как вы себя видите, чем видит ваш парень. Потому что вы считаете, что парень вас идеализирует, вы считаете, что парень знает вас не так хорошо, как, ну, какая вы, вот, и, вероятно, вы боитесь, или думаете, что он вас разочаровался. Поэтому вы пошли на прекращение общения с этим мужчиной только потому, что парень был против, хотя по факту он не имел права быть против, потому что это ваше право, с кем общаться, с кем нет, а он таким образом демонстрирует свою неуверенность в себе. Так, значит, внутри возникает ранное ощущение, он по-прежнему вызывает у меня отвращение, это скорее, опять же, ваша разумная часть. Это не тот человек, которого я знал, он не хочет общаться и даже думать о нем, но то, что происходит, я не могу понять и объяснить, и надо мысли о нем прямо нависать надо мной и прикрывать все остальные чувства. Даже не могу не знать, не могу считать влече. Это потому, что вот, собственно, что идеально пока накладывается на ваше представление о себе, ну как это видится мне. Значит, не так, мы продолжаем сейчас или несколько часов в области сердца, будто бы какой-то спал. Ну то есть, вы таким образом чувствуете эмоциональную близость через вот такое грубое отношение. Может быть, вам не хватает открытости, может быть, вам не хватает искренности, может быть, в вашей семье люди проявляли истинные чувства только когда ругались, только когда ссорились, когда высказывали негативы. Поэтому, в отличие от своего парня, ваш друг, в отличие от вашего парня, ваш друг, он воспринимается вами как человек более искренний. И его искренность, которая видится вам как, ну, как что-то настоящее, она больше вас задевает нежели, чем отношение парня, которое в целом хорошее и правильное, но не вызывает у вас той же самой реакции. Значит, то ли это какое-то постарнательное сексуальное влечение, мне всегда нравились брутальные парни, ну да, да, возможно. То ли еще что-то. Но в некоторой степени это детское желание защиты, детское желание признания, детское желание значимости и любви. То есть, раз парень брутальный думаете, значит, он сможет вас защитить. Возможно, здесь у вас не удовлетворена потребность безопасности до конца, то есть вы не чувствуете себя в безопасности, возможно. Возможно, просто вы не принимаете на свой счет целиком то, что говорит вам ваш парень. То есть, ну, грубо говоря, отталкивайте от себя те вещи, которые именно ваш парень пытается вам донести. В такие моменты я не знаю, что мне делать. Ну, я понимаю вашу растерянность, потому что, с одной стороны, отвращение, понимание, что так нельзя с вами обращаться, а с другой стороны, в общем-то, совершенно иная реакция вашего тела. Мне кажется, что так зарождаются чувства. Нет, понимаете, здесь дело не в чувствах, а здесь дело, скорее, именно в потребностях, в желании и в восприятии себя самой. Становится неудобно перед своим любимым человеком, хочется ему все объяснить, но я не знаю как. Ну, неудобно перед вашим любимым человеком вам не за что. Вам не за что испытывать это чувство, потому что вы, по сути, ни в чем не виноваты. Да, молодой человек может вас этого не понять, но вы не виноваты. С другой стороны, если вы испытываете вину, то я полагаю, что вот именно вина, то есть не разграничение ответственности, то есть потребность в том, чтобы ваши личные границы были нарушены. Это все родом из детства. Не обязательно это происходило прямо, не обязательно это происходило словесно. Очень многое происходит на невербальном уровне. Ну, мне думаю, значит, что чувство вины ваше имеет те же корни, что и вот это вот желание или это чувство, спазм, который вы испытываете. То есть вы как будто бы ослушались строгого подавляющего в некоторой степени родителя своего. Ослушались, порвали с ним связь, но при этом нужда идёт в нём, в его защите, а нужда в мужчине у вас окрашивается в сексуальное влечение, ну, возможно. Возможно. Вот. И для того, чтобы осуществить, вы испытываете чувство вины. Всё это с детства идёт. Вот. Тем более, если вы молоды. Так, объяснить молодому человеку, эээ, объяснить молодому человеку нужно скорее, знаете, как, эээ, что вы, первое, эээ, не верите ему, не доверяете ему, именно ему не доверяете до конца. Второе, это, эээ, то, что вы не принимаете на свой счёт всё, что он вам говорит. Избавление от этих мыслей навязчивых, эээ, избавиться от навязчивых мыслей можно путём, эээ, отследивания их корня и изменения к ним отношения. То есть, ваши навязчивые мысли, это, эээ, результат, эээ, нереализованных желаний. Поэтому, ваши желания необходимо увидеть, ээээ, поменять ваше направление поведения, эээ, в момент, когда решение по получению того, чего вы хотите, было зафиксировано, решение поменять. И далее, корректировку применять уже, эээ, всегда, в течение всей своей жизни. Наверное, требуется, конечно, время, требуется работа, требуется, эээ, корректировка вашего поведения, требуется работа с самооценкой, эээ, с принятием себя. Но это решаемо. Это решаемо. Вот. Молодому человеку нужно сказать, как есть, то есть, сказать, что вы чувствуете, сказать, что вы хотите. Вот. То есть, подумайте сами. Вот. Ваше переживание, оно связано с чем? Вы же чего-то для себя хотите, понимаете? Вот. Я полагаю, что с этого и нужно начать. Вообще, нужно начать с того, чтобы, эээ, самому близкому человеку, эээ, рассказать об этом. Рассказать о том, например, для чего вы оказывали моральную поддержку своему другу. Вот. Ну и подумайте обязательно над теми вещами, которые я озвучил. Они важны. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.